Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых площадках, финансовых рынках. Сегодня мы выделили в заголовок эфира тему, посвященную валютному рынку. Ну, я думаю, что, как всегда, мы постараемся более широко посмотреть на вещи, но, тем не менее, поговорим и о валюте тоже, о нашей отечественной и, наверняка, о каких-то зарубежных. Хотя, какие бывают зарубежные? Их много, они разные. Они разные? Голубые и красные. Ну, вот, собственно, это и выясним сегодня. Итак, я представляю моих гостей сегодня в студии. Андрей Верхоландцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал». Добрый день, Андрей. Добрый день. И в студии Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Юнайтед Трейдерс». Добрый день, Михаил. Здравствуйте, друзья. Добрый день, друзья. Итак, начнем с Америки, вчерашнего закрытия американского рынка, который в отрицательной территории произошел. Потерял Dow Jones 0,4%, S&P 500 0,2% и NASDAQ 0,3%. Хотя и Dow Jones, я смотрю, прежде всего на них, и S&P держатся все-таки выше вот этих исторических круглых циферок. Соответственно, 16 тысяч и 1800. Далее, далее мы смотрим на Азию. Она, в отличие от всего, кстати, мирового сообщества, сегодня торговалась позитивно. Nikkei прибавил 0,6%, столько же Shanghai Composite. Европа сейчас снижается на 0,8%, FTSE теряет. Ну и наши ребята сегодня активно падают почему-то. RTS теряет 2%, 2%, 1370. Вот его котировка, на 1,5% снижается индекс ММВБ, 1450. Рубль тоже продолжил свое снижение. Вы слышали, это только что в новостях. Ну и сейчас я смотрю цены на спот. Это 33,27 котировка к доллару. 33,27. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть в марке Brent 111 долларов за бочку, 94,30 стоит LightSuite. Золото 1218 долларов за унцию. Снижение все-таки продолжилось. Смотрим на Форекс. Значит, евро-доллар 35,60. Ну что еще? Доллар-иен давайте. 102,78. В общем, 103,103, да, уже мы видели с вами вчера. Смотрим на набор голубых фишек. В общем, все они сегодня в красном. И не дальше можно выделять. Ну, цифры достаточно внушительные. Смотрите. Значит, снижается сегодня НЛМК на 3,5%. 2% теряет ВТБ, 2,5% аэрофлот. Рус-Гидра чуть больше 2%, почти 2% Сбербанк. Северсталь 2,2%. Газпром 2% в Ми. Боже мой, а что происходит-то такое страшное? Роснефть 1,5... 1,8, пардон. Да. Не дождались мы рождественского ралли, судя по всему. Так, ну ладно, давайте начнем. Итак, такова картина масла. В общем, все как-то так не очень радостно. Хотя, с точки зрения начавшегося месяца, последнего месяца четвертого квартала, последнего месяца года, все же некие ожидания, да, по поводу того, что все будет хорошо, есть. Андрюш, как ты смотришь на рынок сейчас в целом? Ну, действительно, рынок сложный. На данный момент сказать, что можно радоваться и ожидать бурного новогоднего ралли в данный момент пока очень сложно. Ну, прежде всего, не продолжается отток с нашего рынка. Но, с другой стороны, данный фактор никогда не был ключевым и определяющим динамику российских фондовых площадок. В целом, развивающиеся рынки чувствуют на данный момент себя не очень хорошо. Возможно, это некий плацдарм, как раз таки для, который бы подготовил тот небольшой, так скажем, ну или большой подскок, который, возможно, случится ближе к концу года. Тут, опять же, фактор окончания года никто не отменял. То есть, подожди, вот это снижение, это подготовка некого плацдарма, да? Я не исключаю, что мы достаточно продолжительное время и достаточно бурно выросли за октябрь, какую-то часть ноября. Ну, бурно относительно своих же прошлых, так скажем, показателей. Поэтому, возможно, необходимо время для того, чтобы отстояться, осмотреться, посмотреть, как дальше поведут себя те же самые американские площадки после достижения вот этих круглых цифр 1600, вернее, 16000-1800. И в дальнейшем шагнуть в Новый год. Хорошо. И в дальнейшем шагнуть. С новым ожиданием, с счастливыми шагнуть в Новый год. Михаил, ваш взгляд, да? Ваш взгляд на рынок в целом сейчас сначала об этом. Я думаю, что в Новый год с чистой совестью, во-первых, мы видим достаточно уверенные экономические показатели США, поэтому это усиливает опасения того, что ФРС будет так или иначе сворачивать свою сверхмягкую политику покупки активов уже чуть ли не 18 декабря. И если это будет 18 декабря, то это будет слишком рано, потому что все ждали в конце января. И, соответственно, кроме того, мы видим типичную декабрьскую торговлю, потому что на рынке мы не будем забывать новогодние праздники, которые по-разному отмечают. У некоторых они начинаются уже в декабре. С первых чисел, да? Да, прямо с первых чисел и в разных календарях, не будем забывать об этом. Думаю, что уже в ближайшее время мы увидим продолжение коррекции и, возможно, она будет более жесткой на российском рынке, потому что российский рынок традиционно очень сильно смотрит на запад и очень слабо на восток. А на востоке сейчас смотреть особо не на что, потому что там снижается иена, и это очень сильно искажает движение японского рынка. А что касается китайского, то он топчется на месте, и в значительной мере это фундаментально обусловлено. — Миша, если можно уточнить, фраза такая прозвучала, что российский рынок смотрит на запад очень пристально и, я так понимаю, повторяет все-таки какие-то вещи, которые на западе он видит у старшего брата. Но, тем не менее, в последний какой-то временной промежуток при росте старшего брата российский рынок не особенно на это смотрел, а вот при падении, конечно, он старается даже. — Есть мнение, что российский рынок очень сильно переоценен и… — Переоценен. — Переоценен. Переоценен не по мультипликаторам, а переоценен с точки зрения перекупленности, перепроданности, потому что у нас очень сильные технические системы, и если брать наиболее ликвидные российские инструменты, такие как фьючи, они торгуются по технике, если брать индивидуальные акции отдельные, то они могут быть обусловлены фундаментом. И очень неплохо в некоторых случаях обусловлены фундаментом. Как раз лидеры сегодняшнего снижения — это сырьевые компании, у которых по мультипликаторам все намного лучше, чем у западных коллег у Facebook и Twitter, но в то же время, если брать именно фундаментальные факторы, они хорошие, а вот если брать технические, то бывает очень сильная перекупленность. И когда она случается, то наступают резкие движения, и кроме того, все боятся повторения мечела сейчас на рынке, такое мечелофобия. Мечелофобия — хорошая фраза. То есть, в принципе, мы не говорим конкретно об отрасли, а в целом рынок эта фобия накрыла наша российская. Да, это именно специфика российского рынка, потому что если взять другие, то они меньше движутся и меньше движутся вниз. А, кстати, можно сейчас говорить еще и о банкофобии некой на российском рынке? Да, конечно. Мастербанк, банк проектного финансирования, банк Смоленский. Кто следующий? Да, там список уже такой. Да, список достаточно внушительный. Там фигурируют крупные российские банки, даже включая Уралсиб. Причем здесь Уралсиб непонятно, но, тем не менее, Уралсиб и кто следующий после Уралсиба, есть ощущение, что на рынке останутся только Сбербанк и ВТБ по активам. Смотрят же в основном по активам, кто крупнее. И я думаю, что там, конечно, будет и ГПБ, и все остальные банки крупные, включая Промсвязь. Но, тем не менее, вот есть некая фобия именно того, что банки разоряются. Если банки разоряются, это плохо для финансового сектора. Безусловно. Андрюш, и тем не менее, если действительно представить, что в результате последних событий может остаться Сбер и ВТБ, это должно позитивно как-то отражаться на их котировках. Они тоже валятся. Ну, безусловно, есть такое понятие, как настрой. Поэтому настрой пока. Да, настрой негативный. Фобия все-таки превалирует. Спасибо, мы сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня, как всегда, текущую ситуацию на финансовых площадках. И поподробнее, наверное, да, я надеюсь, остановимся на рынках валютных. Сегодня в студии Андрей Верхоландцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал» и Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Юнайтед Трейдерс». Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив, написав, задав вопрос и прокомментировав, собственно, точку зрения. Андрюш, вернемся, собственно, перебил я тебя, уходили на новости. Действительно, вот, логика может быть, да, такой, что это должно быть позитивом, да, для наших крупнейших банков, но они, тем не менее, снижаются тоже месяца. Ну, безусловно, то есть нельзя идти против тренда, который в данный момент господствует на рынке. Я бы, наверное, еще и согласился с коллегой в том плане, что действительно те сложности, которые мы сейчас имеем в ликвидности, обусловлены как раз крахом мастер-банка, это тоже достаточно сильный фактор, который обуславливает текущую негативную динамику на фондовом рынке, возможно. То есть люди выходят из наших инструментов, пытаются каким-то образом увеличить свою ликвидность, и это давит на рынок. Но когда буря рассосется, безусловно, бенефицарами этого глобального процесса, затеянного центральным банком по расчистке банковской системы, безусловно, станут крупнейшие игроки, поскольку клиенты будут позитивным образом перераспределены среди достаточно понятного круга крупных банковских учреждений. Возможно, тогда мы увидим отражение в динамике их котировок. Так что посмотрим. Я думаю, это нормально. Поживем и видим. Я, кстати, по поводу клиентов хотя бы у вас, ну вы сами прежде всего наверняка клиенты чьи-то, может быть, бывшие, может быть, настоящие, я имею в виду банков. Либо у вас есть знакомые, наверняка, ведь к вам тоже звонят обычные люди, задают всякие вопросы. Вот сейчас, в принципе, человек, который, не дай бог, конечно, но тем не менее пострадал от этого списка, и Миша говорит, что то следующее, в принципе, это вполне логично, можно ждать продолжение. Вот этот человек, он станет клиентом банка, даже такого крупного, как Большой и Зеленый? Я думаю, да, миграция клиентов в крупные банки это то, что является побочным эффектом нынешнего банковского кризиса или микрокризиса, как угодно назвать. В данном случае, думаю, есть еще один важный бенефицар, это зарубежные банки. Зарубежные банки, которые достаточно устойчивы, чтобы остаться здесь, которые не продали, в отличие от Societe Generale, в отличие от подразделений Deutsche Bank, General Electric, опять же, естественно, G-Money Bank. И они остаются на рынке и даже планируют расширяться, как, например, Bank of America. У них прекрасный клиентский сервис, и в то же время у них есть возможность подключиться к их системе, пользоваться их банкоматами по всему миру. И прекрасный интернет-банкинг, есть брокерское обслуживание, и они будут конкурировать с российскими компаниями и с брокерами, кстати, и с банками не в последнюю очередь. Несмотря на то, что российские банки, даже Сбербанк, в одном ряду сложно поставить с ними по количеству активов, по качеству активов. И в ближайшее время настолько разрыв велик, он не ликвидируется, не ликвидируется самостоятельно, и не ликвидируется с помощью регулирующих органов. Даже если все россияне отнесут свои сбережения в тот или иной российский крупный банк, он не станет таким же крупным, как Bank of America Мэрил Линч. Потому что он не питается международной поддержкой, он питается только российской поддержкой. А когда питается российской поддержкой банк, то это кости и не мясо. Хорошо. Спасибо, Миш. Давайте, у нас есть звонок, послушаем Максима. Максим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здрасте. Я хотел бы вашим экспертам вопрос задать. В Российской Федерации существует теневая экономика. Вопрос. Во сколько раз обороты теневой экономики опережают обороты официальные? И почему? Или, может быть, у нас вообще нет теневой экономики? Может быть, Владимир Владимирович уже победил всех, и у нас нет теневой экономики? Спасибо, Максим. Спасибо за вопрос. Максим, я думаю, что теневая экономика существует. Я в этом не уверен. Я не часть теневой экономики. Но я знаю, что это 800 миллиардов долларов по разным оценкам. Бывают ниже, бывают выше. Но, тем не менее, 800 миллиардов долларов – это сопоставимо с одной, второй, одной, третьей российского ВВП. Опять же, с теневой экономикой и без теневого сектора он считается по-разному. Но, так или иначе, это порядка 2 триллионов 13 миллиардов долларов. Если сравнить сумму, ну да, она сопоставима, но без теневого сектора был бы ВВП на уровне 2 триллионов или нет. Вот в чем вопрос. То есть вопрос даже не в том, добились ли мы удвоения ВВП. Удвоение ВВП добиться достаточно легко, если пользоваться монетаристскими методами и подкачивать деньгами экономику. И так или иначе добиваться того, чтобы за счет повышения цен, за счет расширения оборотов ронечной торговли она росла. А вопрос здесь в том, насколько сопоставим теневой сектор и ВВП официальный. И будет ли ВВП таким же большим, 2 триллиона, это все-таки не очень мало по сравнению с тем, с чего мы начинали в начале нулевых. Будет ли он таким же перспективным, как сектор неофициальный и как было бы без неофициального сектора. Вот такие основные вопросы. Спасибо, Миша. Андрюш, добавишь сюда? Да, я, наверное, безусловно, я соглашусь с тем, что существуют какие-то сферы, так скажем, экономики, которые скрыты от лица закона на сегодняшний день. Но опять же вспомним, что происходит на банковской сцене. Банк России отзывает лицензии не просто так, а мотивирует тем, чтобы те банки, у которых отзываются лицензии, были замечены или подозреваются в легализации денежных средств. Ну вот об этой, собственно, теневой экономике. А, собственно, да, той, которая обслуживает интересы, так скажем, нелегальных каких-то структур. Собственно, это один из показателей, количественных измерителей тех масштабов, может быть, той самой теневой экономики, которая в России существует. То есть те суммы, которые проходят через данные банки, ну вот можно вставить в копилочку этой самой теневой экономики. Победить это явление, как явление, наверное, нужно быть реалистами, не удастся. Наверное, можно говорить о том, что имеет смысл поставить под контроль и задать какие-то рамки, потому что в открытой экономике полностью победить какие-то явления, связанные с тушением закона, было бы, наверное, идеалистической утопией. Поэтому стремиться к обелению рынка безусловно стоит, нужно прилагать к этому усилия, и, возможно, от этого выиграет экономика легальная. Спасибо. Еще один звонок, давайте послушаем. Александр, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Будьте любезны, вот ваши славные специалисты могут ли ответить вот на такой вопрос? Вот мои 100 тысяч евро, да, лежат в 10 разных банках. Не первые десятки отнюдь, отнюдь не первые десятки. Оставлять ли их там или переводить куда-то, чтобы они не пропали. Вот, что бы они посоветовали. Спасибо, спасибо, Александр. Ну, я думаю, что если сумма разбита на такое количество банков, то, соответственно, на эти суммы распространяется действие закона о страховании и вкладов. Соответственно, я думаю, что если это действительно так, то переживать особо не о чем, поскольку в рамках действующего законодательства банк, участвующий в системе страхования вкладов, по сути, гарантирует, что сумма до 700 тысяч рублей и эквивалент валюте будет выплачена государством. Поэтому, если это условие выполняется, я думаю, что наш слушатель может не переживать. Ну, то есть, да, надо уточнить, что каждый из этих десяти банков, да, которые Александр выбрал, собственно... Состоит в системе страхования вкладов. В системе страхования. Тогда можно не переживать. Мне штык, что-то. Я думаю, что по евро есть определенные вопросы. Конечно, выбор валюты сбережения – это дело вкладчика, но мне кажется, что сейчас евро очень сильно перекуплен. И если мы берем более долгосрочную перспективу, то мы посмотрим на него, он очень-очень волатилен, очень изменчив, то есть, ходит туда-сюда очень часто. Это еврокачели, всем известные, в отличие от доллара, который постоянно растет по отношению к рублю и даже в лучшее время набирал по одному рублю в год. Вот здесь нет такой уверенности в том, что когда эти деньги понадобятся, то они будут так и иначе сняты с профитом. Думаю, что если не ставить вот такое условие – снять деньги с профитом, то выбор нескольких банков – это оптимальный вариант. И надо еще смотреть на валютные ставки. Я думаю, что все-таки мелкие банки могут предложить более высокие ставки. Поэтому именно то, что мелкие банки – это очень хорошо. Это правильно. Да, это правильно. Кстати, в средствах массовой информации где-то я некоторое время назад, ну, когда вот вся эта история с банковскими нашими делами стала актуальна ежедневно, где-то я прочел, что в недрах Госдумы зреет мысль, чтобы каким-то образом ограничить. Ну, это, видимо, сейчас я вспомню, значит, сюжет был такой, что обсуждался пример, что, значит, складчики сознательно несут свои деньги в мелкие банки именно для того, чтобы, да, каким-то образом, то есть вероятность, да, проблемы этого банка гораздо выше, соответственно, каким-то образом на этом еще и заработать. Да, конечно, предлагали даже ввести коэффициент, некий поправляющий коэффициент, который будет вот эту сумму, 700 миллионов, она будет неким образом разбита, 700 тысяч рублей, она будет неким образом разбита с учетом того, что АСВ не может выполнять обязательства перед всеми вообще, даже теми, кто сознательно наживается на АСВ как глобальном кредиторе. Как в случае с тем же мастер-банком был достаточно хороший, яркий пример. Ну, то есть это пока разговоры все-таки еще пока не актуальны. Нет, данные, данные инициативы, они периодически возникают и, так скажем, подкрепляются новыми случаями с отзывом лицензии, особенно это имеет какой-то такой масштаб среди вкладчиков, но я не в курсе, чтобы на сегодняшний день были реализованы вот эти поправки. Это, скорее всего, дискуссии на тему. Понятно. Какое-то время еще раз, еще пройдет. Хорошо, значит, Александру мы ответили, да, я так понимаю, что вы оба занимаете позицию, да, что, собственно, его диверсификация вполне реальна. Правда, Миша еще предложил бы все-таки диверсифицировать валюту сохранения. Я предлагаю, да, диверсифицировать валюту сохранения. Кроме того, я не вижу смысла в том, чтобы хранить все деньги в валюте, потому что по нынешним временам валюта очень сильно подтачивается инфляция и есть очень высокая вероятность того, что в акциях тоже можно поискать счастье. В акциях? Да. Я понял. Хорошо, об этом поговорим чуть позже, сейчас новости, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем ситуацию на финансовых рынках, ну и, собственно, коснулись благодаря звонкам наших слушателей мы темы валютного рынка сейчас об этом будем говорить. Еще раз представлю в студии Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал» и Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Юнайтед Трейдерс». Телефон в студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, вы можете с нами связаться. Ну, вернемся, да, к разговору о диверсификации уже непосредственно валюты сохранения капитала. Миш, ну и какие бы реквинации ты дал, потому что выбор-то невелик особенно у нас тут, да, портфель-то особо так не разобьешь. Есть тема покупать юани в последнее время. Покупать юани все, да, юани. Несмотря на то, что кредитный сектор в Китае чрезвычайно раздуто это мешает, закредитованность частного сектора 13 триллионов юаней. Не меньше 500 миллиардов юаней в месяц нового кредитования. Это не то, чтобы очень болезненно для экономики, но если мы посмотрим, то проценты от ВВП, которые сейчас не выплачены китайцами и которые должны китайским банкам, сейчас составляют 12,6% от ВВП. В 2008 году это было 7% всего лишь, к 2018 это будет возможно 18%. И кроме того, непогашенная часть основной суммы составляет 207% от ВВП. Это уже не шутки, потому что когда говорят, что госдолг ВВП в Китае один из самых низких среди развивающихся активно стран, это около третьей четверти от ВВП, то 207% непогашенной заложенности, а ведь еще недавно это было только 190%. И это очень серьезный рост, это не то, что шаг к китайской экономике вперед, это скорее шаг ее назад, это шаг к той модели, которую мы видим в США, когда кредитование питает ронечные продажи. А ронечные продажи не хотят есть, потому что еще недавно ронечные продажи росли на 18% в год, а сейчас ронечные продажи в Китае растут на 13%. Поэтому выбираю между долларом США и китайскими юанями, я по-прежнему выбираю доллар США, но я не исключаю, что нынешние темпы экономического роста, немножко ожившие до 7,8-7,6% в год, темпы экономического роста в Китае, они, естественно, дадут некую фору китайскому юаню впереди, и мы можем до 10% своих сбережений держать в китайских юанях. Если брать евро-рубль, я бы не предпочитал евро-рублю, потому что, или евро-доллару, потому что евро у нас это кросс-курс, это значит, что если у нас доллар стоит один, и, соответственно, один доллар за евро, то все нормально, еще можно как-то, но у нас доллар, соответственно, сейчас будет тяжелеть по отношению к евро, и если у нас евро 1,30 доллара, и у нас есть, допустим, курс доллара к рублю порядка 30, то у нас будет евро просто 40 рублей, то есть мы умножаем курс евро-доллара на курс доллара-рубля и получаем курс евро-рубля, нет смысла держать деньги в евро, я считаю. И сейчас, Андрюш, извини, я уточню просто, Миша, а вот выбор юаня все-таки, да, в качестве валюты сбережений, он, ну, помимо тех цифр, да, впечатляющих, о которых ты говорил, он еще чем обусловлен? Все-таки я с точки зрения обывателя рассуждаю, да, мне должна быть эта валюта надежна, эта валюта доходна. Да, естественно, эта валюта надежна, но доходна ли она? Очень много говорили о том, что юань будет конвертирован на территорию России, и общеизвестные сложности, которые сопоставляли даже юань с рублем, потому что и на то, и на другое был беспоставочный форвард в мире, то есть на Форексе не было возможности купить юань. Сейчас ситуация несколько легче с конвертируемостью юаня. Это надежная валюта, то есть она колеблется около одного и того же уровня, и она будет расти, потому что Китай неизбежно будет делать уступки США, чтобы те не считали его валютным манипулятором, для того, чтобы защитить своего экспортера в Штатах, чтобы открыть дорогу своему дешевому экспорту. Но в то же время, если говорить о том, что это рост, то это не тот рост, который у доллара, когда он опережает или сопоставим со ставкой Сбербанка по рублям 8% в год. А это рост такой, который позволяет надеяться на более долгосрочный прирост своих сбережений. То есть это рост, который можно рассматривать в перспективе 10 лет, а 10 лет все-таки это очень много, и поэтому юань еще достаточно экзотичен для нас. Я понял. Спасибо. Спасибо. Андрюш, твой взгляд на вещи? Тобственно, если опять диверсифицировать разговор о диверсификации портфеля этого валюта. Да, я, наверное, скажу следующее. Касаемо рубля, ну, тут действительно тренд задан. Следующий рубль будет, скорее всего, слабеть относительно того же доллара. То есть если мы говорим о долларе в рубле, поэтому если хранить сбережения, то, наверное, какую-то часть, может быть, даже половину или большую часть переводить именно в доллар. Почему не все? Поскольку мы, еще раз повторюсь, живем в России, и рублевые траты какие-то на повседневные нужны, они тоже должны присутствовать и иметься под рукой. Касаемо в целом перспектив, почему мы считаем таким образом, ну, это мы есть макроэкономические предпосылки. Качество платежного баланса, к сожалению, в России не улучшается. Почему рубль не девальвируется столь стремительно, как летом девальвировались те же самые валюты Индии, Бразилии и других развивающихся стран? Это, опять же, то, что нас спас, все-таки, положительный платежный баланс, который хоть и уменьшается, но был и есть положительный и положительный сальдо счета текущих операций. У нас нет значительной зависимости от рынка капитала в плане финансирования госдолга, то есть с этой точки зрения мы были также защищены, и это тоже, в свою очередь, спасло рубль от сильной просадки. Но, тем не менее, на перспективу трех лет, как вы знаете, бюджет сверстан с дефицитом, текущий счет будет уменьшаться, даже если цены на нефть останутся примерно на текущем уровне, и все это будет размывать базу, фундамент, так скажем, для национальной валюты. Но, опять же, определять темп, с которым будет происходить этот процесс, ну, наверное, не с очень высоким темпом. Опять же, центральный банк не заинтересован, и наши монетарные власти не заинтересованы в том, чтобы рубль стабил очень быстро. Это создает проблему инфляции, с которой мы сейчас очень активно боремся. Поэтому, 2014 год, еще раз напомню, год переходный, когда, это последний год, по крайней мере, по заявлениям Банка России, когда он будет вмешиваться в ценообразование на валютном рынке. С 2015 года стоит цель перейти к полностью плавающему рублю. Поэтому, наверное, нас ждет некий постепенный процесс, в котором рубль будет девальвироваться. Но, опять же, это выгодная экономика. Напомню, что у нас более половины бюджета составляют доходы от экспорта сырьевых товаров, а они номинированы в долларах. Поэтому в рублях бюджет будет получать больше. Ну, а как будет развиваться событие дальше, посмотрим. Посмотрим, да. Согласен. Миш, вот по поводу перспектив рубля. Опять-таки, если, ну, можно посмотреть на ближайшие три года, вот, да, в призме того, о чем сейчас Андрей рассказывал, по поводу бюджета. Я думаю, что для нас важен не сам дефицит бюджета. Да, есть дефицит определенный. Дефицит, который действительно негативен для любой валюты развивающейся страны. Но у нас дефицит был и больше, и меньше. И, естественно, что мы не придем к такой ситуации, которая была в 2008 году. Думаю, что для нас важно отклонение дефицита от прогноза. То есть, если есть х, то вот, если дефицит будет х плюс один, то один придется допечатать. Допечатать не в фигуральном смысле сейчас электронные деньги. Но, тем не менее, вот этот один, его нужно откуда-то взять. И думаю, что в экономике нет резерва. А сейчас уже все меньше резервы в плане приватизации и в плане всего остального. С точки зрения цена на нефть не лучшее время, наверное, для того, чтобы говорить о том, что цена на нефть будет расти, и поэтому рубль будет расти. Сейчас такой корреляции уже особо и нет. И сейчас рубль очень сильно зависит от фондового рынка. И, естественно, наш резерв — это резервный фонд, это фонд национального благосостояния. И наш страх — это, возможно, вмешательство правительства на валютный рынок, когда Минфин будет покупать валюту. Зачем покупать валюту? Если можно покупать свою валюту, мы будем покупать иностранную. Но в данном случае, естественно, есть определенные риски того, что будет хуже, чем было даже в этом году. Но думаю, что вот этот сценарий долгосрочный, который в свое время нарисовал еще в конце нулевых или даже в середине нулевых высшая школа экономики, и который предусматривал повышение курса доллара по отношению к рублю в строгом соответствии с инфляцией, то есть если в Америке инфляция 1%, а у нас 2%, то у нас будет двойное обесценивание рубля. И, соответственно, вот этот сценарий, он будет реализовываться дальше и реализовывается сейчас достаточно хорошо, мы видим это. И думаю, что когда ЦБ уйдет с рынка, а он уже сейчас как бы не присутствует на рынке, то все равно останутся шансы на то, что он будет вмешиваться. Потому что ФРС тоже, в принципе, нет на рынке. Но это не значит, что они не проводят интервенции. А объем интервенций, конечно, ограниченный. И сейчас он ограничен. Сумма не очень велика, и половины миллиарда долларов нельзя перебить весь валютный рынок. Тем не менее, на ЦБ все смотрят, как на регулятора. И я думаю, что в дальнейшем мы будем иметь практику устных интервенций. Устных интервенций со стороны правительства, устных интервенций со стороны Центрального банка. И, естественно, будут эксперты, которые будут говорить, что рубль пойдет вверх. Он будет расти. Рубль пойдет вниз, он будет падать. И будут определенные шансы на то, что экономические данные будут более серьезно восприниматься. То есть не только цена на нефть, не только фондовый рынок. Но вот еще вышли данные, новые данные по платежному балансу. И он, допустим, ухудшился. Рубль вниз. Улучшился. Рубль вверх. И вот эта ситуация, я думаю, приведет к тому, что рубль сохранит свой долгосрочный вектор на уступке доллару. Он будет, возможно, уступать доллару быстрее в плохие годы. Каким можно отнести год стагнации промышленного производства 2013? И будет строго придерживаться этой траектории по рублю в год. В 2014, который обещает улучшение экономических показателей из-за Олимпийских игр. И возможно, что мы будем иметь некоторую просадку по рублю после Олимпийских игр, когда будет сворачивание вот этого стимулирующего эффекта. Но, так или иначе, я не ожидаю 40 рублей за доллар. Я думаю, что мы ограничимся 36 на максимумах и где-то 33-32 рублями на минимумах следующего года. Я понял. Я понял. Кстати, хорошая тоже тема. Миша сейчас говорил. Любую статистику можно взять. Вот хорошая статистика, условно говоря, рубль растет. Плохая статистика, рубль падает. Но все забывают сразу отечественные статистики, когда только речь заходит о политике ФРС пресловутой. И вот, собственно, не случайно сейчас так совпало, видимо, что у нас есть какой-то оптимизм до Олимпийских игр, до их формального окончания. А потом выйдет на первый план опять вся история, связанная с Федрезервом, и мы увидим какое-то другое движение. Вот это любопытно, случайно ли так совпадает или нет. Это всегда забавно. Ладно, сейчас мы еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Юнайтед Трейдерс». Обсуждаем мы, как всегда, текущую ситуацию. Ну, в общем, рынок валютный. И о банках мы заговорили. Удивлены мои гости были тем, что мало активности проявляют наши слушатели. Потому что, действительно, после последних событий, да, или на фоне этих событий, да, все наверняка должны быть озадачены этим вопросом. Что делать? Что делать? Да, куда бечь? Куда бечь? Ну, будем считать, что наши слушатели, как минимум, да, люди подкованные, и на этот вопрос могут и самостоятельно ответить, в том числе. Напомню, тем не менее, телефон в студии 6510-99-6, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Вернемся к разговорам о валютном рынке, Миш. Ну, собственно, ты, как профессионал, да, в этой отрасли наверняка согласишься с тем, что, судя все-таки, глобальная валюта, да, мировая валюта. И во многом тенденции, которые в конечном итоге будут усилять, да, усилять или ослаблять, слово русское, усилять, усиливать, давайте так, усиливать, укреплять, да, и, соответственно, делать более дешевые локальные валюты будут связаны, прежде всего, с долларом США. И вот мы опять возвращаемся к политике Федрезера, к возможности сворачивания, ежели, ежели, ну, даже в этом году на заседании Федрезера 18-12, а то, может быть, в январе, как тоже большая часть экспертов прогнозирует, мы это сворачивание увидим. Что происходит с долларом в этом случае? Я думаю, что доллар в этом случае будет расти, и я знаю, так думаю, не только я, так думает весь рынок, и рост доллара – это одна из самых надежных инвестиционных идей. Единственное, не стоит забывать, что их стоит хеджировать все-таки покупками каких-то реальных активов или, возможно, какими-то акциями или фьючерсами, просто для того, чтобы, если этого роста доллара не будет, не сильно потерять. И, кроме того, есть такая вероятность, что ФРС будет использовать более активно целевой уровень краткосрочных ставок и целевой уровень безработицы для того, чтобы продолжать смягчение другими методами. А есть же еще и вероятность того, что она изменит арсенал покупаемых бумаг. И тогда мы увидим продолжение смягчения, но в других секторах. Это значит, что если раньше покупались, например, ипотечные ценные бумаги, казначейские облигации, то теперь эти бумаги, которые, кстати говоря, разогнали строительный сектор США, строительный рынок, до 13% в год цены растут. То сейчас будет покупаться более проблемная отрасль, которая, это может быть любая инфраструктура. То есть я правильно понимаю, мы можем услышать не о сокращении формально выкупа этих активов, а просто вот такая перебалансировка. Теперь мы не берем ипотечные бумаги, а берем железные дороги, например. И будем теперь эти 45 миллиардов туда вбухивать ежемесячно. Такое тоже вполне может быть. Такое вполне может быть. Я думаю, что будет небольшое сокращение. То есть это будет не 45 или там 85, а это будет, допустим, на 5 миллиардов меньше или на 10 миллиардов меньше. Потому что еле новая глава ФРС, она известна тем, что она сторонница продолжения смягчения. И это смягчение будет теми или иными средствами. Я понял. Андрюш, пару слов скажу, у нас есть, давайте лучше со звонка мы начнем тогда, потому что, кстати, вопрос-то актуальный, о котором мы, собственно, о котором мы обсуждали. Алло, алло. Людмила, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Вы знаете, что вот я клиент мастер-банка, да, была там валюта, сейчас я получаю рубли, да. Вот, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что зарубежные банки надо положить эти, а мы же, если их заберут лицензию, мы же не будем знать, когда это, что случится. Давайте так, сейчас секунду мы уточним, Людмила, не кладите трубку. Спасибо. Да, во-первых, собственно, процесс пошел уже, вы свои деньги забрали? Нет, только завтра я записалась на получение. 4-го числа, да, как было заявлено, завтра вы идете. Да, вот по Сбербанку. Значит, у вас был там валютный депозит, я так понимаю, да, вам возвращают их в рублях? В рублях. Ну, говорят, по курсу вроде бы 20-го числа, когда отобрали лицензию, то есть мы еще не знаем. По курсу 20-го числа. Да. А сейчас у нас курс по сравнению с 20-м-то повыше будет, да? 32-61 он там был. 32-61, да. Ну, бог с ним, ладно, собственно, не дожижу, что называется. Итак, и вопрос резонный, да, и что делать теперь с этим? Да, дело в том, что вот вы говорите, что сейчас будут два этих банка, Сбербанк и ВТБ. В ВТБ мы уже играли с ними акции и знаем, что такое результат. Покупали по МПО, да? Да, да, было такое. А сейчас вот зарубежные банки положить, мы, если их заберут лицензию, мы же знать не будем, приобретая валюту, я имею в виду. Я понимаю, а вы все-таки смотрите на валютный депозит, да, на валютный? Конечно, потому что рубли уже девальвация, вы сами говорите. И у вас, соответственно, тоже долларовый, да, такой предпочтение? Хорошо, Людмила, спасибо за звонок, сейчас эксперты будут отвечать вам на вопрос, собственно, вот детали я все выяснил. Миша, давай. Я думаю, что зарубежные банки в ближайшее время, если речь идет о крупных банках, не обанкротятся. Даже JP Morgan, который занимается тем, что надувает финансовые пузыри, они сдувают их и не откачивают финансовую токсичность, а наоборот набирают как можно больше разнообразных активов, даже JP Morgan не закрыли, не обанкротили, никаких проблем с процессингом. И надо учитывать, что до России доходят только самые надежные кредитные учреждения. В этом плане у нас есть Выбор, у нас есть Райфайзенбанк, у нас есть Банков Америка. Они, конечно, занимаются достаточно порочным бизнесом, то есть откачивают деньги из России и тратят их на развитие других подразделений. Но то, что они откачивают деньги из России, практически целиком гарантирует то, что они здесь будут под надежным прикрытием. И, естественно, это прикрытие не замедлится общить, когда ухудшение ситуации в Европе и США начнется. Следите за макроэкономическими показателями и, я думаю, что будет вам счастье. Кстати, по поводу JP Morgan, это из разряда того, что он слишком большой, чтобы быть обанкротен. Да, too big to fail. Андрюш, ну смотри, все-таки, смотри, вот юридическая сторона медали. Ну, во-первых, Людмила предположила, если какая-то проблема в зарубежном банке, мы об этом можем и не узнать. Потому что, да, центральный банк, я не знаю, там, Великобритании или тот же Федрезерст неуполномочен сообщать, что, ребята, мы отзываем лицензию там у кого-то. Я сразу с вами не соглашусь, поскольку все под действующие законодательства у нас могут работать банки с лицензией Банка России в виде отдельного юридического лица. То есть они сразу же в нашей юрисдикции, правильно? Естественно, то есть у нас не может быть открыт филиал без получения банковской лицензии. В этом плане вложение, я не знаю, тот же в Ситибанк, к примеру, или в Райфайзенбанк ничем не отличается от вложения. Вложение в Сибербанк. Ну, естественно, ничем не отличается, я имею в виду формально, да, юридически, по качеству, конечно, разница огромная. Поэтому, отвечая вот таким образом на вопрос нашего слушателя, я бы сказал, что ей, наверное, беспокоиться не о чем. То есть она будет абсолютно защищена действующим российским банковским законодательством. И на самом деле, да, вот это вот страхование вкладов точно так же, да? Безусловно, распространяется и на зарубежные. Безусловно, если они участвуют в системе АСВ, ну, они, скорее всего, участвуют. Они, скорее всего, участвуют, конечно. И, кроме того, надо добавить, что зарубежные банки бывают разные. Бывают те, которые не действуют в России, например, Банков Америка так или не начал развиваться в России после того, как они закрыли последний банкомат наружеской. Но они развивают только брокерский бизнес в России. Пока, пока. Но надо признать, что в Банков Америка есть прекрасная клиентская служба, которая работает абсолютно забесплатно. То есть там нет никаких комиссий за то, что они присылают вам какие-то письма или, наоборот, вы отправляете туда какие-то переводы. Кроме комиссии 6-процентной, кажется, в банкоматах Суперпанка, которые есть за зачистояние денег на чужой счет. И в данном случае есть выбор между банками, которые работают в России, такими, как Райф Азен, и банками, которые не работают в России, Банков Америка. Можно разделить на две суммы и инвестироваться и туда, и туда. И я хочу сказать, что за рубежом, например, FDIC дает еще больше гарантий, 250 тысяч долларов, по сравнению с тем, что есть у нас. Ясно, ясно. Хорошо, спасибо. В общем, вопрос, Людмила, я думаю, мы ответили. В общем, главное успокоить ее, нет никакого различия принципиального с юридической точки зрения. Если что-то, не дай бог, случится, хотя здесь тоже надо подчеркнуть, что вероятность этого гораздо меньше, да, если мы говорим об иностранном банке. Да, естественно, потому что они крупнее, они крупнее. Что с ними может, да, что-то подобное случится. Такая вероятность гораздо меньше. Ну, в любом случае, даже если это произойдет, то вы об этом узнаете. Безусловно. Как об этом мы, собственно, да, и сказали. Ладно, значит, смотрите, осталось совсем мало времени, поэтому уже, наверное, мы ничего обсудить с вами не успеем. Я, давайте, буду заканчивать. Прежде всего, благодарю моих гостей. Напомню, сегодня в студии Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией Капитал, и Михаил Крылов, директор аналитического департамента United Traders. Мы обсуждали текущую ситуацию на финансовых рынках, ну и остановились все-таки на делах валютных, как и было заявлено в названии сегодняшнего эфира. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Не забывайте, что у вас всегда есть возможность присоединиться к нашему эфиру, позвонив по телефону 6510 996. Спасибо вам. За внимание, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.